Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы пришли. Я рассматриваю это, во-первых, как доверие, а во-вторых, как интерес к теме того, как нам сегодня всем вместе работать над повесткой. Большое вам спасибо. И я надеюсь, что у нас получится сегодня с вами действительно конструктивная дискуссия. Ни в коей мере это не лекция, и я бы даже сказала, что это не совсем воркшоп, это воркшоп-дискуссия, поэтому очень рассчитываю на наши совместные усилия. Как Лена сказала, мое выступление будет состоять из трех частей, то есть минут по 15, наверное, мое выступление, и затем ваши реакции, ваши вопросы и, собственно говоря, ваши предложения. Если будут какие-то вопросы во время моего выступления на уточнение, на то, что что-то непонятно, пожалуйста, перебивайте их, задавайте. А уже вопросы по содержанию тогда в конце каждой части. Еще раз благодарю вас, и я надеюсь, что на такой конструктивный разговор сегодня. Давайте начнем с вами с кейса, который, как мне кажется, ну, с одной стороны, как будто бы специально подкинули для нашего вот разговора с вами, а с другой стороны, он такой яркий, интересный. Вот я в Варшаве 10 месяцев, и все 10 месяцев я думаю о том, чем мне быть, вот как бы я еще могла бы быть полезна новой Белоруссии. А вот этот кейс, ну, он ответ на вопрос, что если бы я даже 10 месяцев об этом не думала, но был бы только этот кейс, мне кажется, вот он уже достоин вот этой нашей встречи, потому что он очень показателен. Как вы знаете, 14 октября в Беларуси отмечали День матери, а 21 октября отмечали День отца. Это международные праздники, которые внесены ООН в календарь международных праздников, но разные страны отмечают эти дни в разные даты. И меня привлек, меня привлек пост всем нам известного редактора сильных новостей Петра Кузнецова, который вначале поздравил других отцов 21 числа и сказал о том, что с его точки зрения роль отца недооценена. Что вот если о роли матери говорится очень и очень много, то роль отца, ну, вот она на периферии, ему это обидно, он считает себя, наверное, по праву хорошим отцом, хочет отмечать этот праздник и поздравляет с этим праздником всех мужчин. Ну, вот если бы мне кто-то об этом рассказал, мне бы, казалось бы, проблема здесь только в одном. Вот для меня, как для специалиста в гендере, мне кажется, никогда раньше не было столько внимания к гендеру, как теперь. И к роли отцов, к роли отцов столько внимания сегодня, как не было никогда. То есть я, наоборот, в отличие от Спадара Кузнецова, вижу здесь положительную динамику, но не это стало проблемой, по которой вот я начинаю с этого кейса. С моей точки зрения быть родителями, ну, в общем-то, это однозначно объединительный повод. Это то, что можно назвать конструктивной повесткой. Да, я, кстати, скажу о том, что я вовсе не призываю журналистов отказаться от негативных новостей, ни в коей мере. Я, скорее, буду предлагать подходить к повестке более сбалансированно. Говорить о том, что в жизни есть не только черное, но в жизни, слава богу, есть и белое. Наверное, вот это будет моим лейтмотивом. И вот как раз быть родителями – это однозначно белое, это хорошее в нашей жизни. Ну, я как бы уверена, что всем родителям есть о чем поговорить, всем родителям есть что обсудить. У родителей есть актуальные проблемы, связанные с детьми разных возрастов. И вот здесь я скажу о том, что пропаганда занята тем, что она нас разъединяет. Вот как раз пропаганда, она делает так, чтобы люди переругались, чтобы люди из социальной группы переругались. А задача медиа – это как раз объединять. И вот родительство, день матери, день отца, с моей точки зрения, это такие прекрасные поводы для того, чтобы объединить белорусов. Для того, чтобы показать актуальные проблемы, которые, с одной стороны, актуальны, но с которыми мы решаем. Но оказалось не так. Оказалось, что вот на этот пост Петра Кузнецова последовало достаточно много негативной реакции, вот примерно с такой риторикой. На вот что святковать лукашевские святы. И что получилось? Получилось, что вот что? Мы отдаем день отца и день матери режиму. То есть вот мы отдаем такие базовые вещи, как быть отцом и быть матерью. И мы, в общем-то, дарим эти информационные поводы исключительно государственным медиа и исключительно режиму. Я выступаю сегодня как эксперт, но я выступаю и как читательница, как очень такая благодарная читательница. Читательница, которая точно не сможет жить без независимых медиа. То есть я их читаю. Ни 14-го числа, ни 21-го числа в независимых медиа не было публикаций, посвященных матерям и отцам. Мне кажется, это однозначная ошибка. Вот так и получилось, что мы отдали эту тему, ну, собственно говоря, государственным медиа и режиму. И действительно вышло, что, ну, с подарок кузнецов оказывается, значит, святкое лукашевское свято. Что не так? Я сказала, что я нахожусь здесь 10 месяцев. Непосредственной причиной моего отъезда был телеграм-канал, который мы вели вместе с коллегой и который вызвал вначале негатив информационной, представительницы информационного спецназа из Гродно. И, значит, об этом написали провластные телеграм-каналы. Это был гендерный канал. Это был гендерный канал, гендер-гэп, в котором не было, по сути дела, никакой политики. В этом канале было 300 подписчиков в его самые лучшие времена. Но когда представительница информационного спецназа обратила на это свое внимание, я успела уехать, а мою коллегу задержали, она получила 15 суток. Я думаю, многие из вас читали об этом, потому что она была преподавательницей журфака БГУ и к ней пришли на занятия. То есть вот как раз это была та ситуация. И вот что получается, что гендерное равенство, вот как я это ощущаю, как человек, который болеет за гендерное равенство, как человек, который этим занимается, как человек, который занимается гендерными проблемами, у меня складывается восприятие, что гендерное равенство оказалось важным для режима, но оно не оказалось таковым для независимых медиа. Вот за все 10 месяцев, что я здесь нахожусь, собственно говоря, ни один журналист не обратился ко мне с предложением сделать передачу на тему гендерного равенства, дать какой-то комментарий. Гендерное равенство – это о правах мужчин и женщин. Что может быть еще более объединяющим, актуальным и важным для огромного количества людей? И вот возвращаюсь к этим датам. 14 октября и 21 октября – это календарный инфоповод. Я учила в основном не журналистов, а специалистов по информации и коммуникации, и мы всегда с ними говорили, как делать свои информационные поводы интересными для журналистов. И вот я всегда учила их вкладываться в разработку информационных поводов. И начинала с того, что самый простой вариант – это вот эти самые календарные инфоповоды. Даты, которые будут, которые никто не отменит и к которым редакции будут все равно что-то готовить. И вот мне вот очень обидно, что две такие даты оказались, в общем-то говоря, ну невостребованными независимыми медиа. Здесь еще такой вопрос. Вот все, что связано с задержаниями и с политическими заключенными. Вот мне кажется, у журналистов как раз сейчас дискуссия на эту тему. Как показывать политических заключенных? Показывать только как жертв? Ну вроде бы уже мы этот этап прошли. Каким образом это делать по-другому? Ну вот смотрите, вот был день матери. А почему не рассказать, например, о матерях политических заключенных? Почему не рассказать о той же самой Татьяне Северинец? Она что, недостойна того, чтобы вот ее историю, услышать ее историю, еще раз обратиться к этой проблеме? Это вот только самое первое, что приходит в голову. Ну и я вот как бы скажу из своего опыта. Я человек достаточно взрослый. В 86-м году я уже закончила школу. И, ну, наверное, продукт в определенной мере советского воспитания тоже. И я запомнила на всю жизнь и почему-то вспомнила сейчас то, что я читала про Владимира Ильича Ленина и про его маму. Про его маму, Марию Александровну Ульянову, которая пришла к своему сыну, когда его как раз к Владимиру, пришла в тюрьму, когда он был заключен. И надзиратель ей сказал, вы очень плохая мать. Вы воспитали двух сыновей, которые преступники. Вашего старшего сына уже расстреляли? Смотрите, ваш... Не расстреляли, повесили. Ваш второй сын тоже в тюрьме, и он пойдет по плохой дорожке. И вот у вас еще и старшая дочь тоже уже... У нее были проблемы. И вот я запомнила фразу, которую я прочитала в книжке. Но вот то, что сказала Мария Александровна Ульянова, я горжусь своими детьми. Неужели ни одна современная белорусская мать не имеет права в независимых медиа сказать, что она гордится своими детьми? Так вот, я ввела эту фразу в поисковик. Угадайте, кто сказал о том... Вот кто сказал 14-го числа эту фразу, я горжусь своими детьми. Ее сказала Наталья Качанова в большом интервью к каналу СТВ. Слава богу, у меня как бы нету ВПН, и я не смогла прочитать это большое интервью, но поисковик мне его дал. То есть канал СТВ догадался взять большое интервью у Натальи Качановой, в которой она выступила как мать. И сказала, что она гордится своими детьми. И это, наверное, прибавило ей определенного капитала в глазах ее целевой аудитории. Но потому что быть матерью, которая гордится своими детьми, это, в общем-то, ну, это очень здорово. Поэтому вот этот кейс с вот этим Днем Отца, который почему-то оказался праздником режима, мне представляется очень показательным. Это кейс об упущенных возможностях. Вот мне очень хочется, чтобы как можно меньше было таких упущенных возможностей. О наших целях. Вот я уверена, что, наверное, самая главная цель, которая нас здесь всех объединяет, это сделать независимые белорусские СМИ основным, ну или хотя бы одним из основных источников информации для белорусов, живущих как в Беларуси, так и вне Беларуси. Вот для этого мы здесь собрались. Вот этому, собственно говоря, посвящена наша дискуссия и наши поиски. И вот мне представляется, что один из как бы основных ответов на этот вопрос, как это сделать, это работать не только со своими сторонниками. Работать не только с аудиторией ядра протестов. Работать не только с той аудиторией, которая будет читать, слушать и смотреть всегда и несмотря ни на что. Я уверена, что независимым белорусским медиа надо расширять свою целевую аудиторию, чтобы вот не пришли, не пришлось повторять те же самые слова о том, что страшно далеки они от народа. Понятно, что приятно работать со сторонниками, приятно работать с той аудиторией, которая понимает себя с полуслова и, в общем-то, ценит все то, что ты делаешь. Но работать с безразличными, работать с неопределившимися, работать с теми, кто ну как будто бы за, но не хочет прилагать для этого очень много усилий. Но мне кажется, вот это и есть задача медиа. То есть медиа должны объединять. Для этого нужно работать с широкой аудиторией белорусов. И я специально взяла здесь фотографию Аллы Пугачевой, которая сумела сказать совсем недавно российскому народу те слова, которые он услышал. Вот с точки зрения, например, украинцев, с точки зрения ядра протестов, слова Пугачевой, может быть, были такими мягкими, может быть, осторожными, может быть, ну не совсем такими, как с идеальной точки зрения они должны быть. Но это были те слова, которые ее целевая аудитория была готова услышать. Вот мне очень хочется, чтобы медиа были народными в том же смысле, в котором Алла Пугачева оказалась народной артисткой. А она оказалась таковой не потому, что она хорошо поет, а потому что то, что она поет, находит отклик в душах народа. Вот, наверное, вот я бы здесь провела аналогию и для независимых белорусских медиа. Вот самое главное, мне представляется, это быть, ну действительно, ближе к людям и работать с вот этой самой аудиторией неопределившихся, не только с ядром протеста. И вот, как бы, мой следующий тезис, то, что происходит в Беларуси, происходит уже третий год. Поэтому задачи выжить уже не стоит, стоит задача пережить это. Смотрите, когда, ну речь идет там, например, о двух неделях или о двух месяцах, тогда можно выжить. Тогда можно вот смотреть только в одну точку и выживать. Но мы находимся в этой ситуации уже третий год. Люди не просто устали, люди, ну в общем-то, находятся в очень сложном физическом, психологическом состоянии. И вот здесь подходит слово «не выжить» и «пережить». И вот здесь у меня такая аналогия, может быть, вот моя рекомендация, может быть, рассматривать независимые медиа, свою аудиторию как сотрудников хосписа. И желательно вот еще и детского хосписа. Вот представьте, каково мировосприятие сотрудников детского хосписа. Вот смотреть на детей, которые, ну, ничем не заслужили те муки и ту судьбу, которая ждет абсолютное большинство из них. Но одновременно эти люди, которые работают в детском хосписе, они должны быть работоспособны. Они не должны только страдать и заламывать руки и говорить, какой ужас, как несправедлив мир, и я пойду повешусь. Если они пойдут повесяться, то эти дети не получат никакой помощи. Поэтому вот мне представляется, что мы сейчас все в какой-то мере вот сотрудники этого хосписа. И сами представители медиа, и аудитория медиа. И вот чтобы мы не стали клиентами хосписа, а оставались сотрудниками, нам нужна помощь. Нам надо немножко по-другому смотреть на мир. Нам надо видеть в повестке, в том числе и конструктив. Если мы используем только стратегию негативизма, она, между прочим, очень даже распространенная, и она была таковой и до 2020 года. Вот если нам кажется, что жизнь до 2020 года была такой хорошей, легкой и простой, но, кстати, картина в средствах массовой информации была достаточно такой негативной и до 2020 года. Так вот, как бы давайте немножко пару слов про эту стратегию, в чем ее преимущество, но в чем ее недостатки. С одной стороны, я полностью согласна, что вообще средства массовой информации – это сторожевой пес, сторожевая собака демократии. То есть задача журналиста сказать – вот проблема, посмотрите, вот проблема. Это самая первая и, наверное, самая главная задача. И вот еще раз, я учила пиарщиков, и они мне всегда жаловались. Да не хотят средства массовой информации брать наши позитивные поводы. Они хотят писать только о том, как все плохо. Вот когда мы обсуждали эту ситуацию, да, с одной стороны, СМИ работают по недостаткам, по отклонениям. И вот через флэш, особенно в ситуации... Особенно в ситуации госСМИ, которые дают противоположную картинку реальности. Вот я вспоминаю, опять же, бородатый анекдот, когда вот бабушка с дедушкой сидят перед телевизором, и дедушка говорит, ой, как бы я хотел жить в Беларуси. Бабушка говорит, ну ты что, старый, совсем уже сдурел, а ты где живешь? Он говорит, нет, я хочу жить в той Беларуси, которую показывают по телевизору. То есть, да, я понимаю в этом смысле независимые медиа, желание нести хоть какое-то равновесие вот в ту картинку, которую показывает госмедиа, ту беспроблемную Беларусь. Я это понимаю. Однако, ну вот сказала, да, что не только сами медиа предпочитают плохие новости, хорошим, но, собственно говоря, это люди предпочитают плохие новости хорошим. Это исследователи проводили исследования. Но почему предпочитают плохие новости хорошим? Мы предпочитаем слышать, читать, видеть про плохие новости, которые происходят не с нами, которые происходят где-то там. Вот там вот да, плохо, а на этом фоне моя-то жизнь очень даже неплохая. Вот почему, например, аудитория белорусских государственных СМИ так подвержена пропаганде о том, что на Западе сейчас так плохо, что нам здесь с вами нечего есть, что нам очень холодно и так далее. Потому что людям, ну, в какой-то мере даже приятно слышать о том, что где-то так плохо, а у меня-то, значит, в общем-то неплохо. Но что я хочу сказать. Вот эта роль только быть сторожевой собакой демократии, она-то, эта вот роль, она, ее сегодня недостаточно. Она изменилась. Эта теория не то, что опровергнута, нет, но недостаточно просто указать, вот здесь плохо. Этого уже мало. Не этого мы ждем от журналистики. С другой стороны, СМИ может быть таким, ну, я бы сказала бы, прокурором тогда, когда есть в обществе другие хорошо работающие институты, которые как раз ответственны за поставку позитивных новостей. Ну, вот представим, что мы живем в нормальном гармоничном мире, все остальное классно, но вот, слава богу, есть журналисты, сторожевые собаки демократии, и если где-то возникает какая-то проблема, журналисты нам на нее указывают. Тогда, наверное, роль сторожевой собаки будет достаточно. Но мы-то живем в обществе, когда все плохо. И везде плохо. И нет социального института, который показывает нам хоть какой-то позитив. То есть мы оказываемся в ситуации, когда, ну, действительно все так плохо, что единственное, что хочется, это пойти и, в общем-то, наложить на себя руки. Да, и вот здесь, и вот здесь вот я, видите, написала трагедия versus комедия. Конечно, прекрасно, вот, например, если мы возьмем сферу искусства и, например, трагедии, но я уверена, сделать ту комедию, которая привлечет внимание общественности к общественным проблемам, ну, это еще более действенно, чем написать и поставить хорошую трагедию. Потому что комедию посмотрит однозначно большее количество людей. И большее количество людей сделают выводы. Ну, и вот, когда, в общем-то, у нас эти стратегии, стратегии негативизма действуют, то тогда, в общем-то, люди делают из нее только вот два вывода. То есть если стратегия негативизма доминирует, тогда можно сделать только вот для себя лично два вывода. Первый – да, все плохо, хорошо не будет никогда, изменить ничего нельзя, и если я сильный, если я сильная, ну что ж, значит, вот мы живем в жестоком мире, человек человеку волк, ну и, значит, для того, чтобы быть успешным, надо развивать в себе качество сильного. Вот это первая стратегия. По сути дела, на самом деле, это стратегия насильника. Но это та стратегия, которая до 2015 года была очень ярко выраженная в мире. Это вот эти самые цинизм, это, ну, прежде всего, цинизм, наверное, что да, чего вы ожидали, какое добро, разговоры о добре и зле, ну, это пусть там в церкви об этом говорят. А мы живем в реальном мире, бизнес есть бизнес. Мы здесь, да, мир как бы жестокий, человек человеку волк, давай борись, если тебе есть чем бороться, ну, ты победишь, нет, значит, ты проиграешь в этом мире. Но вот это вот стратегия для тех, у кого изначально есть ресурсы, и это стратегия, по сути дела, стратегия насильника. И стратегия жертвы, противоположная для людей, у которых нет ресурсов, это эскапизм. То есть тогда мне средство массовой информации нужно для того, чтобы, ну, вот узнать абсолютно такие практические вещи. То есть вот когда там фаза Луны будет такая, что я смогу на дачном участке посадить лук, и он взойдет. Вот для этого мне тогда средство массовой информации нужно. А какие общественные проблемы? Никаких общественных проблем. Мир злой, в мире как бы ничего изменить нельзя, у меня ресурсов мало. Тогда я буду заниматься исключительно своей частной, ну, семейной жизнью. Тогда меня общественные проблемы не интересуют вообще. И вот на этом слайде, на этом слайде я взяла украинские примеры, примеры, о которых лично я писала. Ну, вот, например, фотосессия «Первая леди» для журнала Vogue. Эта фотосессия вызвала в свое время много критики, в том числе и самих украинцев. У нас рвутся бомбы, у нас погибают дети, погибают люди. Зачем «Первая леди» делает фотосессию для главного журнала мод в мире? Или здесь вот мы видим кота Степана, который специально ездил в Каны и получил там приз или пса-патрона, который разминирует территорию. Давайте украинские журналисты будут писать исключительно о Буче, о Мариуполе, о там еще каких-то проблемах. Но в том-то и дело, что если задача Украины не дать ослабнуть вниманию мировой общественности к российской агрессии, то позитивная повестка, вот в том числе там победа кота Степана на Каннском фестивале, работа пса-патрона, фотосессия «Первая леди», они привлекают внимание в Украине ничуть не меньше, чем вот эти вот инфоповоды, связанные с гибелью людей, с разрушениями. Это тоже работает. И вот в качестве примера я привела вот эти образы. И поэтому сформулирую задачу, которая, мне кажется, стоит перед медиа. И я понимаю, что это очень сложная задача. Вот помочь аудитории остаться в реальности, но не сойти с ума. Вот предельно, открыто и честно, мне кажется, вот я ее сейчас формулирую. То есть задача независимых медиа – помочь своей аудитории, во-первых, не уйти в частную жизнь, не сказать, я ничего больше не буду читать, смотреть и вообще не трогайте меня, я в домике. Остаться в реальности, но одновременно не сойти с ума. Потому что на самом деле, ну в общем-то, еще раз, и физические, и психические силы уже для этого заканчиваются. Ну и вот каким образом помочь аудитории искать смысл, когда жизнь разрушена, я думаю, должен ответить на этот вопрос каждый из вас и каждый из вас. Потому что это очень во многом зависит от того СМИ, в котором вы работаете, от редакционной политики, от формы собственности, от формата, от ваших собственных ресурсов. Я уверена, что здесь нет универсального ответа. Но я думаю, что мы все сегодня будем этот вопрос себе задавать. Ирина, вот вы говорите, день матери, день отца, 8 марта. Или зашквар писать про 8 марта. Нет, 8 марта – день борьбы женщин за свои права. Да, это супер дата, это вообще очень важный информационный повод. Обязательно с ним нужно работать, да, с этой повесткой весь год нужно работать, не только 8 марта. То есть перевернуть фокус. Ну, на самом деле, это не праздник весны и любви. Это праздник борьбы женщин за свои права. И здесь можно говорить, чего мы достигли в этой борьбе, чего еще не достигли, и как нам действовать дальше. Есть возражения по этому поводу. Нет, 8 марта у нас было уже днем матери, уже потом в сознании, в общественном. И даже 14 октября раньше не прижилось, а про день отца. То есть это с 27 февраля на 21 октября нужно переменуться. Это сложно. Нет, но международный день отца есть, правда, 3 воскресенья июня. Он, в общем-то, отличается. И медиа, кстати, его мимо не прошли. Этот день отца, он вообще совершенно новый и был объявлен исключительно по определенному поводу именно для папы Коли, поэтому он и воспринимается так. Кроме того, а что касается дня матери, который 14 октября, то тут не соглашусь, потому что очень многие медиа как раз не прошли в него. Я не смотрела в русскоязычном сегменте, в русскоязычном сегменте это не осталось незамеченным. Ну, и это, в принципе, не оспаривает того, что, да, мы должны использовать такие поводы, да, для отмечения поездки. Но вот замечание конкретно, что это не использовалось в медиа, я как раз его опровергаю, потому что использовалось уже не в первом году. И в том числе и была интервью с Татьяной Северинец, это было в 20-м году. И в 21-м году была я в чертеже, он упомянулся с Людой Самусенко. Ну, давайте, наверное, сойдемся на том, что можно было сделать больше, можно было более как бы масштабно и по-разному, разносторонне эти даты использовать. Вот так. Ну, например, вы сказали белорусскоязычную, нашу Ниву не было ничего. Спасибо. По-моему, у Нины на тиктоке как раз и было, но вот, потому что в нашей жизни она каждый год это делала. Нет-нет, здесь же речь идет. Нет, да, да, да. То есть сам факт это не оспаривает. Это только предустояние просто, когда мы будем организовать, что я не могу, если это сложно, когда мы будем, когда мы будем, когда мы будем, когда мы будем. Не совсем верно брать какой-то один повод и опять устраивать какую-то борьбу такую, кто как осветил. Тут, наверное, опять мы как бы идем за этой какой-то повесткой такой государственной. Это очень сложная тема, да, совершенно непонятно, как делать. Наверное, какие-то, не знаю, свои даты, свои поводы брать больше. Наверное, брать какие-то темы, про которых там Госмедиа вообще не пишут. И вообще на них не обращают внимания, а независимым нужно о них больше, наверное, писать. Вот как-то так. Ну, я бы сказал, что тут у нас уча была метафора про даты календаря, инфа на годы и метафора про госпис. Так само это не то, что полные меры адлюстровывая ситуацию, гэта дае нам макчымасть звернуть на ЕЕ, может быть, крышку іншым поглядам. Што тычыц макчымасти первого упаковки и захопа чужих информацийных нагодов, то гэта, ну, тое, што могуць распрацовывать розные группы лабирования, розные грамадские активисты. С одного боку, с другого боку, это можа быць тое, што будзе проактывным с пункту гляжжыня працы меды. И тут, так мамовець, шлях можа быць пройдзена з двух боков. Калі ў ситуацій ёсць недохоп можа быць такой тематакі, то напэлна, што ж таки, гэта гэта не хапіла. Але я бы што ж таки казаў пра тое, што метафоры яны могут нас і уводзець ў полный ступеню узман. Бо мы пачынаем забывацца, што гэта, ну, не в полной меры адлюстрывання решейццаць, это фокус, на якім мы звертаем увагу. Таму прысутнічуюць, вот зараз мы пачынаем спрачацца пра деталі, хаця, як не падалося, Ирина казала кучы пра тое, што ёсць на керунке, дзе мы маглі бы працаваць. І тут ситуація, калі все страшно і як з гэтым жыць, ну, напэлна, тут это будзе пра наступная часткі вазгэтага нашай сустрэча, але само па сабе, ну, гэта тое, што людзі саправды хочыць пачыць так сама. Але людзі хочыць, ўт я ў адным мамыцца з вами не згодная, людзі не толькі хочыць чуць пра чужое страшное, і пасылаю страшное так сама, бо мы прывыклі, вот это страх выкрысць, ну, мы хочым пра гэта так сама давядацца, бо мы можым змяніць свае жыццё і збегча ад гэтага страшна, ці змяніць неяк, таму падобны. Таму, ну, на керунка ў болей. Але разам з тым, калі ў Меды нема балансу паміж негатывам і пазитывам, то ў некий момент, праўнамся, рекламная дзел гэта гэта гэвэданне, можа сказаць, вы ведаецца, людзі нам не хочыць неясті рекламу, бо людзі нас не хочыць чытаць, і так далі. І гэта так сама працэс, таму пошук пэлнага баланса і за кошту тым ліку матырялу, які будуть карысными не негатывной тематакай, а пазитывной тематакай, ці стваральныя тематакай, ці спосабам врашэння праўлямав, гэта так сама важна. Ірина, можа быць, я бы хотіла, што бы празвучал ответ на Надзіну реплику, потому што там это очень важный вопрос был, да, перехватываць ці празнікі ілі создаваць альтернативныі сваі, што ефективненька? Апять жы, нет универсального атвета. Мне кажыцца, либо это договариваецца между сабой вот все сообщества журналісткае. Вот, колеги, как бы, мы же все за саморегулировання, да, мы не хотим, чтобы какое-то министерство информации, какое бы оно ни было, оно рассказывало нам, о чем писать. То есть мы же как раз за саморегулировання, поэтому мне кажется, что это ответ дает журналистское сообщество. Но вот мы начали с гендера, может быть, я не спорю, наверное, не доработали и гендерные организации, которые, может быть, тоже должны были прийти к журналистам накануне этих дат и предложить какие-то информационные поводы. Потому что, ну вот я, например, знаю, что фонд народонаселения, фонд в области народонаселения ООН как раз в Беларуси очень сильно отмечал День Отца. И там много позитивной, на самом деле позитивной повестки. Но они работали с теми медиа, которые в Беларуси сейчас есть. Ирина, у меня еще один вопрос. Вы говорите, на День матери можно взять интервью у матери полидзаключенного, но если она находится в Беларуси, а медиа почти все признаны экстремистскими изданиями, как им с ней работать? Они ставят ее в опасную позицию? Не спорю, и ни в коей мере мой разговор не является сегодня упреком, а является желанием помочь, желанием подсказать, может быть, какие-то новые идеи. Не знаю, вот повторю те же слова, которые я говорила своим студентам. Я могу рассказать, я преподаватель, я рассказываю, как оно должно быть. И я рассказываю не как поступать в каждой конкретной ситуации. Вот это решают в данном случае журналисты. Вы решаете, как вы будете поступать. Но моя задача, вот как исследовательницы, имеющей вот такое широкое видение этих тем, наверное, поделиться с вами тем, в чем я уверена, в чем я убеждена, постараться каким-то образом аргументировать свою позицию, но решения каждый конкретный раз вы будете принимать. Потому что журналистика и есть творческая деятельность. Здесь нельзя дать волшебные палочки и нельзя сказать, вот поступай здесь так, здесь так, а здесь так. Вот это такая специальная, такая профессия, где каждый раз вы сами принимаете решения, как поступать. И еще раз разные медиа по-разному будут это делать. И это нормально, это хорошо. Самое сложное вообще сейчас понять, что мы можем принимать как позитивную поездку. Что есть хорошо, потому что, например, рассказывать про какую-нибудь выставку или про какую-нибудь премьеру, насколько это этично, когда мы знаем про черные списки художников, которых никуда не берут, которым тоже пришлось выехать, про артистов, которые уволились. А в это время, значит, там какая-то выставка, и мы будем рассказывать и там оценивать, вот это позитивно, это морально или нет. Понимаю вас. И вот как раз следующее, то, о чем я хочу сказать, это будет об этом. Но вот еще раз, к этому самому Дню Матери, а почему нельзя было рассказать, например, о матерях политзаключенных? То есть, да, огромное, ну то есть, если вот покреативить, огромное количество информационных поводов, которые мы можем использовать для продвижения наших идей, нашей повестки, вот, наверное, вот это я хочу призвать, менять фокус, менять, ну, менять фокус рассмотрения. То есть, не показывать вот в очередной раз, как все плохо, а показывать все-таки решение проблем. Сейчас вот я, тогда я могу, наверное, переходить. Вот я хотела, Тимофею, дать микрофон. Бои истории в этот старик, я радуюсь. Я просто хотел, может, испытаться, это удокладнить. Ну, СМИ ж не могуць быть локомотивом неких идеологем, якие мы пропануем грамадству. Все-таки локомотивом з'являются, ну, вот, некие группы лоббистов, ци, урэш-церэш, некие министерства, калі уже на то я пайшло. А СМИ просто подключаюцца в эту работу. Это синхронная работа. Вось, і мне падаецца, што инициаторам, вот, калі казаць про календар, вельми добрый прыклад, да, календарные святы, то трэба шо зумець, што инициаторам за все ды мусець быць нехта іншы, а не СМИ. И мне, вот, мня, напрэкод, вельми не хапае, нікага министерства святов. Вот, я б нават так яго назвал. Вельми сурйозная штука, таму што, ну, глядзіце, мы уже другий год не можам прыдумаць, як адзначаць 9-го жнюня. Ну, я гбы, вельми важную дату. И это ж не журналісты павіны прыдумаць. Это ж павіна некая, ну, назавеема, група лабіровання, так, якая павіна прыдумаць фарматы, які б захапіў сік Беларусу па свеці. Вот зараз, мне падаецца, вельми сурйозная гісторы з ноччу расстреляных паэтал, так. Бу 20-й год, калі это була фантастычная ночь в Курапатах, ту 21-й год, калі бул сусветны масштабны ночі, які раптам арганізаваліся па усім свеці, гэта выглядала вельми прыгожа. А зараз, калі ініціаторы, які в Беларусі там, ти сядзаць, ну, ти просто ўжу в Беларусі немагчыма нешта креатывіць, то відавачна, што ў гэтам годзе эта ночь значна тіша і пройде. Ну, просто вот нема, ну, бу нема вот этага вот импульса ад нейкай група ініціатору. І вот вельмі нехапае мне падаецца, ну, это можа смешна гучыць, миністарства свята, але нейкай група людзі, яка яб загадзя пау навару лабірованню тых ці іншак святаў там, беларускіх па усім свеці. Некі національны календар, мне здаецца, ца зараз така гарачая тема. То я просто хацяў зробіць завагу, што мня падаецца, што ёсць важнае пытаўні з вот этой гру, з нейкім миністарств, мене ябдэк это назваць, які б запалювалі гэта, а тэда ўжо смі, я думаю, што змогуць креативіць на аснові гэта, бо самі смі не могуць з ямлі падымаць такія тема. Вось. Ва многом сагласна, да. Ва многом сагласна. Мен дэцца, ця гэта, гэта міналікацая сфера, де можна працаваць, мы ёможам разглядаць, як, ну, станоўчын якуя павеску, бо ёсць запад великий, і поле вельми шырокая, глбокая, якім там капаць не перакапаць, і гэта можа даваць і той самы пазітыў людзям, і неякую надзею. Яну, якбы, можеш даваць пазітыў, але ўсё одно трэба разумець, што гэта пагляду минулы, гэта такая прыправа да асновныя стравы. Всё-таки асновныя пазітыў павінь праносіць реальны дзейні, які там вакоў нас адбываюцца. І ў гэтам сэнсі любое пазітыўное святкавання неякага свята беларусово пасвеце, гэта суперпазітыўная рэч, яка ўсіх відавачна падымаець, а тоў, што можна палнаваць, чэм я кажу прайміністарства святаў. Можа рапта мне гэта загорыцца ідеў. Гэта той ж гэта пазітыў, якім ў самын складаных умовах можам палнаваць напераў. То м'я падаюцца пагляду минулы, добрая історія, добра пададзіна, ў гэтам контэксті гэта хачай класная прыправа до гэта істориў. А я хацел бы сказаць, што мэдэ могат быць і праактыўнамі таксамы, і вось ў Злушаных Штатах рабілі експеримент. Зауважалі, што ёсь корэляція паміш накладамі газэт і праглядамі тылі праграм і актыўнасцю грамадзян, які ходзіць або не ходзіць на выбары. І зарабілі експеримент, каб мэдэ самі папрацывалі с аудиторы і навязалі парадык дня палітыкам. Эксперимент, аказаласы, не вельмі паспяховым сам пасабе, бо ў Злушаных Штатах трэбачыня мае вельмі шмат грошу ад палітычныя рекламы, і яно мусіла выісті з гэтага праекта, але для газэты, яка взялі чылу в гэтам праекці, аказалаасыць паспяховым. Гэта не значы, што гэтам досвід трэба паўта раць і паўнасцю гэтай рабіць, але, ў прынцыпе, мэдэ даволі часта самі пачынаюць адзінымі актрамі, і не трэба вешаць ўсю адказныць на мэдэ, за тое, што нешта ў гэтам накерунку не зроблено. Але ў грамадцтве парадык дня фарміруюцца шматікімі актрамі, і мэдэ адна, адзін з важнейшых актараў, які може ў гэтаму дзельнічыць. Сябры, якраз другая частка, іна я прасвечэнна конструванню павесткі, на колькі мэдэ люстра, на колькі мэдэ... Не люстра. Не люстра. Не треба, как было люстра. Ну, тогда переходим как до другої. Ну, вот, как раз уже такие более практические вещи, вот как помочь людям пережить. Мне кажется, есть три универсальных способа, три универсальных способа, а, опять же, конкретным наполнением это делают журналисты в своём конкретном медиа. Первый способ – это переформатировать повестку дня, наполнив её не только болью, но и положительными эмоциями. Вот что такое положительные эмоции, это же не только котики, конечно, но, опять же, нет универсального ответа, есть ответ конкретной редакции и конкретных журналистов. Вот вы сами решаете, каждая СМИ решает для себя, что значит для нас вот дать своей аудитории вот эти самые положительные эмоции. А второй способ – это о том, о чём я, собственно, сегодня с вами разговариваю. Это показать, как люди меняют собственную жизнь и реальность вокруг себя. Вот мне кажется, это очень такая хорошая стратегия, она, её позитив в том, что это стратегия про демократию. Вот если первая стратегия про положительные эмоции, она универсальна, потому что, ну, ещё раз, котиков любят везде и будут любить везде, то вторая стратегия – это про демократию. Демократия – это когда мы понимаем, что мы можем изменить свою жизнь и жизнь вокруг себя. То есть, когда мы воспринимаем себя субъектами, и даже не только субъекторами, но и акторами, активными субъектами. А вот когда мы чувствуем, что мы либо жертвы, либо насильники – это не демократия. Вот сегодня мы будем больше с вами разговаривать и, ну, всё равно, как бы, об этом можно говорить долго и не только сегодня – это показать, как люди меняют собственную жизнь и реальность вокруг себя. Вот меня представляли как доктора филологических наук, филологических, потому что журналистика идёт по филологическим наукам. И моя диссертация была как раз вот посвящена собственной информационному партнёрству медиа и организаций. Вот о чём вы говорили, Тимофей, что я вовсе не хочу сказать, что только журналисты должны этим заниматься. Это лучше всего делать в сотрудничестве с организациями общественными и не только общественными, которые озабочены решением тех или иных проблем. И у меня было три больших примера, которые я очень подробно анализировала в этой диссертации. Самый главный пример – это осмоловка. Вот осмоловка – это как раз пример того, как люди поменяли собственную жизнь и реальность вокруг себя и сделали это в полном сотрудничестве с медиа. Вот в полном сотрудничестве с медиа. И без медиа у них не получилось. Второй пример – это был про сити-театр. Это инклюзив-театр для детей с аутизмом, который поддерживала компания А1. И третий пример – это был про полумарафон. Вот мы все помним, каким полумарафон был до 2020 года. Каким он был, ну, например, в 2019 году. Какой это был проект многих организаций и многих медиа. Так вот, это как раз были истории о том, как люди меняют собственную жизнь и реальность вокруг себя. И мне кажется, вот эти проекты во многом подготовили 2020 год. Когда люди почувствовали, что они могут быть акторами. Когда они не должны выбирать, быть им жертвой или насильником. Они могут быть акторами. И третий вариант, вот тоже, о чем мы сегодня уже говорили, и может быть, не знаю, это тема отдельной нашей дискуссии. Мне кажется, очень важно, чтобы средства массовой информации предлагали образы будущего. Ну вот, побеждает Новая Беларусь. Что конкретно мы будем делать в этой, в этой, в этой сфере. И это, конечно, в сотрудничестве с политиками и в сотрудничестве с экспертами. Может быть, есть смысл создавать круглые столы, ну, с представителями демократических сил, с представителями организаций, например, тех же гендерных, экологических, любых других. Когда вот представители организации, журналисты совместно обсуждают, как они могут вот эту тему освещать. То есть вот это вот третья стратегия. Сегодня мы больше про вторую стратегию. И вот я хочу, ну, поделиться, может быть, таким инсайтом о том, что повестка дня не задана. Она конструируется. То есть не надо думать, что вот, ну, а что я могу сделать, если вот в мире происходит вот это, а вот это не происходит. А я хочу сказать о том, что на самом деле можно многое сделать. Когда я говорю о том, что повестка дня конструируется, это вовсе не призыв к пропаганде и манипуляции вместо новостной журналистики. Ни в коей мере. Ни в коей мере. Это призыв, наверное, видеть в жизни, немножко перестроить свой фокус виденья. То есть у нас у всех замылился глаз. Мы все видим определенные явления и не видим других явлений. Может быть, на самом деле мы видим то, что бросается в глаза. Ну, не знаю, представьте себе сад. Вот там растут красивые большие кусты, красивые там цветы. Но там есть еще вот те растения, которые только начинают, может быть, расти, начинают цвести. И чтобы их увидеть, ну, надо постараться их увидеть. Они не будут бросаться в глаза. Вот мне кажется, может быть, и журналистам, ну, вот опять же метафора, опять вы будете меня ругать за метафору. Хотя мне казалось наоборот. Это позволяет мне не использовать какие-то наукообразные термины. Я думала, метафоры пойдут хорошо. Может быть, посмотреть на свой сад немножко под другой точкой зрения. Смотрите, СМИ пишут о важном. Но что такое важное? Это то, что люди считают важным. Я могу очень долго вот говорить на эту тему. Это один из моих коньков. Это смысл о том, что общественные проблемы конструируются. Они не заданы. Вот, например, на теме гендера я это очень хорошо вижу. Так как дискриминируются женщины, мужчины реально не видят вот этих сфер для дискриминации. Не потому, что мужчины плохие или они глупые, а просто потому, что у них другой жизненный опыт. И они не видят этого, пока либо эксперт об этом не говорит, пока либо в силу каких-то исключительных обстоятельств мужчина не начинает смотреть на эту сферу глазами женщины. То есть вот еще раз, важное это то, что люди считают важным. Нет вот этой объективной, предзаданной важности. Это то, что ваше медиа считает важным. Что вы считаете важным. Главный журналистский навык это увидеть информационный повод в повседневной жизни. Вот что меня всегда восхищает в журналистах, вот мы идем там, например, вместе по улице и что-то видим, а потом раз я вижу об этом материал у какого-то журналиста. И я думаю, ну вот это настоящий журналист. Я же вроде это тоже видела, но я не увидела в этом информационного повода. Так вот, находить вот эти самые не бросающиеся в глаза информационные поводы, смотреть шире, смотреть, может быть, более креативно, более инновационно. Мне представляется, это такой современный, ну, навык современного журналиста. Еще раз, не может быть универсального решения, нет волшебной палочки. Очень большая зависимость от миссии целевых аудиторий вашего медиа. Нету идеального медиа. Мы можем получить объективную картинку, ну, прочитав несколько. Медиа, которые придерживаются профессиональных стандартов и этических принципов. У каждого медиа своя миссия, свои целевые аудитории, а у целевых аудиторий свои интересы. Своя редакционная политика, свой формат. Понятно, что если, например, это, ну, кто-то может использовать аудиовизуальные формы, кто-то будет использовать там только ландриды и так далее. То есть, здесь нет универсального ответа, один и тот же информационный повод, разные медиа будут абсолютно по-разному показывать. И я хочу, может быть, предложить вам чаще задавать себе вопрос, что вот я сам или я сама считаю достойным фиксации. Ну, условно, например, вот если вас заботит экологическая проблематика, если вы, если вы в этой теме, вы на любую тему будете смотреть с точки зрения экологии. Если вы в гендере, у вас будет включаться сама по себе вот эта гендерная линза, и вы будете видеть любую тему с точки зрения гендера. Если это права человека, вы будете видеть через права человека. То есть, насколько вы сами более осведомлены, насколько вы в курсе последних трендов, настолько интересно вы можете и развить вот эти информационные поводы. А дальше это настройка оптики. Это не более, чем настройка оптики. То есть, я хочу, наверное, призвать вас вот в данном случае подходить к информационным поводам более творчески, более, может быть, креативно, более под, вот, ну, под впечатлением какого-то нового знания, которое вы приобретаете. То есть, видеть вот эти самые не только бросающиеся в глаза, не только замыленные информационные поводы, но вот и то, что еще только пробивает дорогу. Вот у нас, Елена, с вами был разговор про инновации. Помните, вот мне кажется, что я и тогда вот такую идею высказывала. Смотрите, мы очень запаздываем. У нас в Беларуси время не просто остановилось, оно у нас обращено, ну, в 50-е годы 20-го века. А мы и до этого были запаздывающей нацией. Мне вот очень хочется, чтобы в белорусских недея было больше про инновации. Но инновация, пока она инновация, она в глаза не бросается. Потому что, ну, она еще инновация. Когда она будет бросаться в глаза, у нее уже не будет статуса инновации. Так вот, еще раз настроить свой журналистский взгляд на поиск этих инноваций. вот я бы, вот, наверное, вот это бы рекомендовала. Так как Оксана приводила пример и говорила, а мы это уже делаем, а мы это уже делаем. Могу ли я сейчас от вас пособирать примеры, когда это получалось, и когда повестка состояла не только из цитат чиновников и их обсуждений. Можете рассказать подробнее про историю, которая была, ну, с таким позитивным фокусом, что ли, в позитивном, в хорошем смысле, я имею в виду, когда вот героя показывали не только как жертву? Как это было? Ну, вообще, в принципе, такой подход, да, что показывали как жертву, когда, не знаю, мне кажется, мы вообще не показывали как жертву, мы показывали, в принципе, как человека. У вас есть целый отдельный проект, называется он «Поддельные кратами», где просто истории тех людей, у которых дети, там, жены, мужья, сядут за решеткой, о том, как они живут. Как они живут? О том, как они живут, вообще, что они делают, как они это все держат. Начально такое. Точно так же есть целая куча других проектов, где тоже показывается просто обычная жизнь людей вот в этом сумасшедшем доме. я здесь, может быть, имела в виду не только жизнь, а вот решение проблемы. Ну, это совсем другой кейс, это журналистское решение, которое тоже имеет, наверное, сейчас, да, наверное, самый выгодный, наверное, вариант существования, но это совсем другой, это вообще другой кейс. Я бы хотел пригадать некальки старых кейсау. В инфокурьере с Луцким калісті было целый сериал про мужчину, який вышел с закрату, звычайный криминальный пераслед, який захотел вернуться до такого звычайного життя, у якого натурально возникли проблемы с местом жихарства, социализацией, с тем, с капьем знайшоу працу, яго махчымасць быць бацькам і мець контакта з сваімі децьмі, і газета рассказывала, як он варшайга эту проблему, рассказывали а тым, про то, як ему можна допомахчы, бо ему треба было, кап, ему можна было, кап, деці да, разом з ім жилі, ему треба было зарабіць ремонт кватэры, гэта чалавеку, якого фактичні нема сродку, пасля выхода закрату, было зарабіць складана, ну, і там, падобне, і гэта була гісторія, якая паказывала, што, а, мы можам допомахчы, і ось, ты, якам мож быть горж за нас, яким треба допомахчы, і гэта була жыцць сважальная гісторія, бо чалавек дабіваўся поспяхаў, і газета з нумару нумар, ну, не кожны нумар, канешні, але там, допустім, раз у месяц і паразній кіперед расказывала эту гісторію. Інша гісторія, яка мене пригадалася, гэта медсістрой ў червоным крыжы, і яна падзілилася гісторія, што ёй вельмі не хапае часу для таго, капа выходзіць людзей, яким трэба не толькі атрымаць конкретную дапамогу, яку я мусіць рабіць па сваі праце, але им трэба пагаваріць яшча, им трэба, гэта адзіны фактычна контакту цых людзей з усвэтам. І газета магла зробіць гісторію, пра тое, што часы, о норовы, дзеці не пріходзіць дзе бацьковы, гэтак далі, гэта бла б традиційны падыход. А газета зробіла па іншым, а яны запыталіся, а што конкретна можна було б зарабіць, і аказалася, што нікатарым будзям трэба скапаць агароб, нікатарым трэба зарабіць ремонт, што гэтым людзям можна прінець ніккі тёплые речі, і яны будуть дарэчі, яны будзь патрэбныя. А камусь цяну вуглі просто трэба прайсці ну і пагаварыць. І яны пасапрабавалі стаць каналам коммунікацій. Тады іх гэта була зроблена сторонка Вконтакці, яны нєшта нікі час гэта адбывалася. А сама гэта гісторія вишла, ну, яна мела тады паспіху газеці і на сайці, і навыць здаецца на Ютюбе. Ядэ таго, што ў принцыпе, такі гісторія, іх можна кріативіць ў рэдакцій на вот такі тёмны час, калі здаецца, што, ну, добрага нема. Але, ну, тут була бэцць бэвсю кепскае. Але рэдакцій придумалі цікаві гісторія. Мні кажецца, што вот такі тёмны, такі тёмны час, вот, как бы, я сама написала дзісяцкі всякіх, ну, вот, словно говоря, гэраіччіскіх публікацій в другое время. Мені каже, що січас це невозможна по той причині, по котрій ви сказали, що вся та жа Смоловка, она і определила все, що відбувалося с нами в двадцятому гаду, і ми понимаємо, що це ті самі горизонтальні зв'язі, які благодаря такій журналістіки і, 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 і благодаря такій журналістіки вони сформувалися, і, кінчина, це то, що січас рубиться на корню совершенно сознательно. І вот, коли тези, що ти міняєш життя вокруг себе в той ситуації, в якій сейчас в Беларусі, це саме опасне. Це, по-моєму, опасне даже, ніж якась політично активна деятельність, якщо, коли простой людина починається щось змінює віде. Це дуже опасне. А вот третій ваш кейс, третій пункт, який ви не затронули, мені кажучи, це зараз дуже важливо, формулировати, що буде далі. Це, на мій взгляд, мега-мега важливо, тому що, люди настільки щас, вони, і запугані, ми будемо говорити, прямо, в Беларусі, вони запугані що-то робити, якщо-то, захищати свою условну осмоловку, чи якщо, ми всі видим, в що превратився цей полумарафон, в офіціозне такое государственне мероприятие, і все, і все остальное, а вот такая визуализация, да, она може дать какую-то надежду і какую-то цель, чого можна ждати, к чому можна стремиться, чи куди можна свої якісь усіляти тоже вкладати, мені кажучи, що це дуже важливо. Можна я тут все-таки коментарію зроблю? Надежда, я с вами полностью согласна, но я бы хотела и чуть-чуть вам возразить, когда вы говорили, что невозможно сделать это сегодня в Беларусі. Это делается, іначе люди бы просто не выживали. Вот я с вами полностью согласна, когда, например, прошел полумарафон в 2022 году, я сама была в очень такому негативном восприятии, думаю, что это за люди, которые в этом участвовали, разве это можно сравнить? А потом я немножко узнала о людях, которые в этом участвовали. Для них это было через повседневность, через такие мероприятия, для них это единственное спасение. Им надо выживать. Поэтому я не спорю, что это очень сложно, но мне кажется, что что-то можно делать и вот в этом втором направлении. А по третьему направлению, мне кажется, надо отдельно встречаться, разговаривать и найдем какие-то выходы. Я как раз тоже много очень об этом думала. И третье направление, оно очевидно, то есть формулировка смысла будущего, это очень важно. Это то, что может быть медиа делать даже отсюда, вместе с сообществом, которое также, как и медиа, находится в экзале. Это то, где мы пока все точно не дорабатываем. Украинцы, находясь в ситуации в войне, работают экспертные группы, которые работают над визионированием будущего Украины на конкурентной основе. Это происходит уже сейчас, это уже сегодня, и это то, чего нам не хватает. Я согласна, что об этом можно думать дальше. Но проблемы медиа с конструктивной повесткой, они, к сожалению, очень объективны. первое базируется на том, что практически не осталось возможности у медиа влиять на повестку власти. То, как было, хоть как-то со смоловкой. Или это замечательный пример Польши, я часто об этом рассказываю, когда в Уборче три года проводила компанию «Рожать по-людски» и изменила всю систему родовспоможения в Польше. У медиа независимых, которые сегодня работают из Гзайла, на что они могут влиять, как можно влиять на повестку властей. Я не перечеркиваю, я просто пока не вижу, надо подумать. Но второй аспект для меня еще важнее. Мы последние годы жили в очень объективной конструктивной повестке. У нас было яркое гражданское общество, которое делало важные дела, много горизонтальных связей, медиа об этом писали, рассказывали истории, и это работало медиа, которые об этом писали, они давали такой посыл к еще большим позитивным действиям и наоборот. Даже теперь в этой темре, в которой мы находимся, мы узнаем, что есть группа людей, которые там, в Беларуси, делают очень важные дела. Иногда маленькие, иногда чуть больше они делают. Но мы точно также осознаем, что мы не имеем права писать об этом. Потому что написав об этом, это послужит тому, что эти люди окажутся в тюрьме, что еще больше людей окажутся испуганным и не решатся на какое-то действие. И вот в этом смысле у медиа очень сильно связаны руки. Они не могут быть, как раньше, проводниками горизонтальной силы формирования гражданского общества. Это, к сожалению, более решений нет. Я хотел бы одночасовый и погодиться и заперечить. Такую абивалентную позицию. Люди хочуть допомогать иншим людям, и люди хочут, каким подказали, як это можно зарабить. Бо у ситуации, когда нечто отбывается, то звучайно кажуть, и як можно допомогать, что треба зарабить. У некоторых ситуациях люди пишут петиции. Я не кажу зараз, что петиции это добра текепска, это один из шляхов. Але один из великих прояв солидарности зараз есть сбор и гроши. Могчим допомогать семьям политзнаволянных, не только политзнаволянным, семьям политзнаволянным, так само треба допомога. Есть шмат разных проектов, яким часом возникает необходимость допомогать, и люди хочут у этого деля не все натуральные, многие будут бояться нечто такое сделать, но есть те, что не будут бояться. Есть проекты, которые не выглядят небеспечными, и люди готовы до их долучиться. Но когда брать долгую историю не здоровой белорусской демократы, то у нас были люди в больше-меньш мирный час затримывали за то, что они выходили на суботник. И были истории, когда это не возможно, и раптом отбывалось что это было . Раптом вышло на то, что это оказалось возможно. А до этого от отрымливалось, что такие речи работать не мак чима. Я не скажу, что есть конкретное решение, просто для того, что когда их начинают шукать, то часом они не возникают. И просто есть ожидание скласти руки, потому это изменит моральную отказанность. Я ничего не могу сделать в этой ситуации. Я не скажу, что в каждой ситуации можно выйти. Но есть ситуации и часом удается выйти. Иначе у нас эти проявы солидарности не працавали. На кон третьего пункта про визионерство. Тут мне подается важный аспект, что нам не хватает этих визий будущего. Но если мы говорим про визия будущего должна начаться сегодня. Если она не начинается сегодня, то она мне подается к рыху губля сэнс. Но когда мы начинаем в будущем в Беларуси после вертания в Беларуси справедливости, а как это будет неведомо, то тогда визия будущего губля становится не циковой. Это могут заниматься эксперты по экономике, эксперты по экологии могут пропоновать пакеты, которые можно выкрасить, когда будет перемога. Это чисто профессионно-техничное. Но когда мы скажем про идеологичную визию будущего, то ее нужно делать оттуда. Когда ее можно раскручивать оттуда, она работает. А когда мы начинаем плановать на будущем, она не работает. Она может работать только на ... Когда ее можно донести Лукашенко, она может работать. Там человек может сидеть, он думает, что мы ничего не пропонуем. А мы намалуем про Беларуси. И он начинает нас подтримливать. Часто теоретично это может спрацовать. Хотя я не веду, как. Тут ясно, на кого это может действовать. Там есть блок в голове, его можно разбить. А когда мы скажем про нашу супольность, мне подается не важно где тут, внутри Беларуси, все одно это спрацует только визию будущего, как можно теперь работать. Мне подается это вельми и таму она складанная. Таму это вельми складанная. Мне подается вы правильно сказали про инновации. Я как читатч, мне не хватает у СМИ пошуку сейчас беларусских инноваций тем, что мы называем новым словом Новая Беларусь. Дивная фраза, термин лучше никто не придумал. Мне подается СМИ натурально звертает увагу только на некие базовые речи и не вельми цикаво писать про некие маленькие инициативы. А их являются сотни. И про их так пишут мимо справой, что зноу зразумело бы, они маленькие, але может быть пошук позитива может начаться там, от пошуку неких инициатив, которые могут масштабироваться. Не веду, там сфера одукации. За пошне два годы изникли десятки одукацийных проектов беларуских. Там онлайн университеты, офлайн школки у розных краинах света. Такие одукацийные курсы, такие одукацийные курсы. И нема гульного разумения, что это такое суммарно, и нема разумения, что с перспективно, а что не. Вось дарече, это блок, який у нас стоять у головах, мы просто пишем про хороших людей, керой хорошие справы. А мы должны начинать их оценивать, не об это не хапая. Часом скрыт что это перспективно, это меньше. Хотя это не позитивно гучить, но это позитивная динамика. Мы выделяем то, что реально можно выжить. Вось напынно мне этого хотелось убачить. Такого серьезного, трохи уедливого перспективных проектов, инициативных сирот наших маленьких всяких малых проектов Новой Беларуси. Я хочу отреагировать, ответить одновременно и Юлию и Тимофею, потому что может быть имело бы смысл изучить опыт стран. Не первые мы в такой ситуации живем. Задавленные восстания уже были. И деспотии уже были. И то, о чем говорил Тимофей, например, в Польше когда-то создали летучий университет в свое время для того, чтобы сопротивляться русификации. И это был образовательный проект. Это как раз то, о чем говорит Тимофей. То есть это была попытка в подполье выжить, сохранить себя, сохранить свою нацию, сохранить свое образование и культуру. и тут скорее в формате такого вопроса предложения. Может быть, нам нужны отдельные встречи, чтобы прорефлексировать опыт, который уже был, что можно делать. изобретать велосипед, конечно. Да, зачем изобретать велосипед, конечно, если есть уже опыт. Мы не первые уже страдаем. Хорошо, мы можем перейти тогда к последней части. Последней части. Хорошо. Ну вот, наверное, один из основных месседжей, моих основных месседжей, старайтесь укреплять у людей вот это ощущение акторности. Мы много говорим о том, что не сторонники перемен, у них они больны выученной беспомощностью. Вот я думаю, что выученная беспомощность это на самом деле одна из основных проблем нашего общества. И вот, чтобы бороться с этой выученной беспомощностью, давайте больше историй, которые разрешились счастливо. которые разрешились успешно, эффективно. Покажите, что люди могут. Пусть это небольшое что-то, но то, с чем люди активно справились. На самом деле, я думаю, что если мы даже зададим себе вопрос, а сколько мы сами успешно чего сделали, то, в общем-то, мы много чего успешно сделали. И вот, если так вот взглянуть на жизнь, это, возможно, достойно масштабирование, достойно показа, как это происходило, что помогло, что, каким образом происходила борьба с препятствиями и так далее. Хочу еще раз, наверное, вот подчеркнуть этот тезис о том, что социальные проблемы – это то, что люди считают социальными проблемами. Вот я много лет слышала о том, что до гендерного равенства мы еще не доросли, что вот мы вначале решим все остальные наши проблемы, а потом уже, когда, в общем, в Новой Беларуси мы займемся гендерным равенством. Хотя, ну, понятно, что не может быть Новой Беларуси без гендерного равенства. Моя мысль о том, что если ты специалист в чем-то или если ты разговариваешь с экспертом в чем-то, то он может, этот эксперт может перевернуть свое представление о том, что есть, а что нет на самом деле социальные проблемы. Мне кажется, медиа всегда будут писать о общественных проблемах. Так вот, узнать, что есть общественные проблемы через экспертов и развивать эти темы. Ну, буквально последний пример про этот самый гендер. Ну, вот здоровье, да, это, наверное, базовая ценность. Все люди хотят быть здоровыми. Я не встречала репортажи, ну, не только репортажи, я не встречала материалов медиа, в котором бы рассказывалось о здоровье белорусских женщин и белорусских мужчин. Мы говорим о том, что вот здравоохранение плохое, средств не хватает, врачей не хватает, но белорусы это мужчины и женщины, и есть женские проблемы, женские болезни и мужские болезни. И я имею в виду сейчас не только биологию, я имею в виду и гендер. Основная причина, по которой умирают белорусы, это сердечно-сосудистые заболевания. Среди пациентов сердечно-сосудистых клиник от двух третий до трех четвертей это мужчины, в том числе мужчины трудоспособного возраста. То есть сердечно-сосудистые проблемы чаще всего это проблемы здорового образа жизни. Одновременно, если мы возьмем онкологию, вот сейчас появились материалы именно о женщинах, которые борются с раком груди. То есть вот уже здесь мы видим, что здесь можно легко найти вот эти самые гендерные аспект вот этой темы здоровья. То есть я вот еще раз призываю вас может быть больше разговаривать с экспертами, может быть самим больше интересоваться и мне кажется мы все по-другому посмотрим на то, что мы сегодня считаем социальными проблемами и что будет а что на самом деле по той же статистике является социальными проблемами и почему многие социальные проблемы невидимы не в фокусе медиа. Коммуникация меняет общество, медиа меняет общество. Мне очень хочется чтобы вы ушли из этой встречи окрыленными и мотивированными, чтобы вы видели сколько на самом деле могут журналисты и представители медиа. Как сильно вы нужны и нужны не только для того чтобы сказать вот проблема, а сколько вы можете сделать для решения этих проблем. Вот мне хочется чтобы призвать вас к какому-то такому более современному может быть подходу к роли медиа, когда вы четко понимаете, что медиа меняет общество и как раз может быть это тот способ в отличие от революций, который будет и не кровавый, и не травматичный, а вот именно конструктивный опыт. Ни в коем мере медиа не есть только зеркало, а журналисты не есть только летописцы происходящего. Медиа соучастники решения социальных проблем. Вот соучастники решения социальных проблем. Не хочу одновременно перекладывать да, всю ответственность на медиа, убирать эту ответственность от общественных организаций, от корпоративных организаций. Это можно делать в сотрудничестве, но медиа это, но вот не только летописец, медиа это соучастник решения проблем. И вот опять же очень важный тезис, который мне хочется ну так очень четко произнести. Мне кажется очень часто это было до 2020 года, это происходит сейчас, медиа видят свою задачу в том, чтобы только обозначить или инициировать проблему, то есть делать одну публикацию, но максимум две публикации на какую-то тему, а надо, надо, чтобы тема прошла полный медиатранзит, только тогда она будет решенной. И вот за все время, за все время, которое было, я знаю только один кейс успешного медиатранзита, полного медиатранзита. это вот эта самая осмоловка. Ни одна другая тема не была решена от первого до четвертого этапа. Проблемы попадали в медиа, там шли, останавливались на первом, на втором, иногда подходили к третьему этапу и останавливались. А вот по сути дела успешный кейс это вот этот самый, вот это одна единственная осмоловка. Вот я хотела сказать об этих стадиях медиатранзита, у них четыре стадии. Если вам будет интересно, я с удовольствием могла бы сделать такую презентацию конкретно о медиатранзите, четырех стадиях, о журналистских техниках и о препятствиях на каждой из стадий медиатранзита. Вот если вам будет это интересно, потому что по моему исследовательскому опыту я брала социальную проблему, это было до 2020 года, и я видела, что тема останавливалась либо на втором этапе, либо в лучшем случае она переходила к третьему этапу, к вот этому появлению официальной реакции. Но вот полный медиатранзит проходила только вот на мой взгляд исследовательский, только тема осмоловки. А вот проблема в том, что если тема подымается, а затем бросается, это еще хуже, чем если она не подымалась вообще. То есть представьте аудиторию, вот она погрузилась в какую-то тему, на первом этапе это всегда эмоционально вовлекаешься, это много человеческих историй, это показ жертв, это показ героев-антигероев, но все, журналист почему-то решил, что достаточно разбирать эту тему. И у людей остается впечатление, что никакую проблему нельзя решить, что это проблемы вечные, что они существовали и будут существовать, что ничего тут не сделаешь, а вот это лишает акторности, лишает желания что-либо делать. и вот этот остановленный медиатранзит, он усугубляет вот этот дискурс травмы, в котором мы все с вами находимся. И представьте аудиторию, которая видит, что какая-то проблема поднимается, но бросается, и у людей тогда ощущение того, что проблема это нормально, это обычно, наша жизнь состоит из проблем, а вы что, собирались их решить, вы что, такие наивные, что можно думать, что можно было решить эту проблему, и получается, что ну это реально деформация картины мира и исчезновение вот этой самой субъектности, то есть я ничего не могу сделать, мир плохой, ну я маленький человек, у меня ничего не получится и так далее. И вот это происходит усугубление вот этой самой выученной беспомощности, о которой мы столько говорим, и ну вот мне кажется даже из поражения нужно изменить уроки, почему произошло поражение, но чего мы достигли даже в поражении, в чем мы укрепились, и как мы можем действовать дальше. А вот если постоянно только поднимать проблему, но не давать их негде от транзита, тогда да, у читателя ощущение того, что ой, я думал вот пять проблем, а их же оказывается 25, и они все не решаются, и вообще я не хочу тогда СМИ открывать, я тогда вот буду своей частной жизнью жить. И вот есть даже понятие такое, такое понятие научное дискурс травмы, и любое общество, которое проходит через глобальные трансформации, оно переживает вот этот самый дискурс травмы, и это очень такое болезненное состояние, и его там можно преодолеть двумя способами, либо решить эту травмирующую ситуацию, либо уйти из ситуации, то есть уйти в свою частную жизнь, сказать, что эта проблема не решается, и так далее. И вот представьте, какая это, как это тяжело для читателя, когда, скажем, разные медиа поднимают какую-то болезненную тему, но не проводят медиатранзит, а только поднимают эту тему, и бедный читатель, но полностью уверен в невозможности решения никакой социальной проблемы, то есть вот ему показали, как все плохо, один раз, второй, третий раз, показали, как все нерешаемо, или точнее не показали решения, но и человек говорит, ну тогда я буду жить своей частной жизнью, тогда я, может быть, тогда не сойду с ума, тогда я вообще медиа читать не буду. То есть вот тогда у аудитории вот формируется вот эта точка зрения, что давайте вообще ничего не будем менять, что все не так однозначно, что эти, конечно, прохвосты, но эти тоже не очень хорошие, и вот получается вот эта ситуация пуст правды, и ситуация того, что как будто бы нету добра и зла, правильного и неправильного, и мне представляется, что это не то, куда как бы мы должны вести сегодня свою аудиторию. Поэтому, ну вот, ни в коей мере не останавливаемся на фразе, давайте вообще ничего не будем менять, наверное, наоборот, давайте подумаем вместе, как вот мы можем все-таки поднимать социальные проблемы, но одновременно не для того, чтобы поднять, а для того, чтобы сделать попытку решить социальную проблему, чтобы у поколений читателей, зрителей, слушателей не накапливалось представление о том, что это проблемы нерешаемые, вечные, они будут всегда, и соответственно, ну, чем больше ты будешь избегать этих разговоров, тем будет лучше тебе. Ну, вот, наверное, на этом Ирина, спасибо, я хочу задать уточняющий вопрос, потому что, мне кажется, спасибо, огромное, мне кажется, что тут важно проговорить, что все-таки журналист не решает проблему, журналист показывает, как она решается, я позволю себе привести пример, я недавно читала в одном медиа совершенно, ну, просто леденящую кровь, заметку про осложнение после родов, которые происходят из-за врачебных ошибок, но это правда страшно, то есть это было невыносимо, это действительно существует, эта проблема очень частая, и она была описана, и была поставлена точка, и у меня в конце у меня появился вопрос, хорошо, это не лечится, это не лечится ни в одной стране, ничего нельзя сделать, никак нельзя это исправить, и, ну, наверное, да, здесь хотелось бы, чтобы журналист связался со специалистами, узнал, как это можно было бы, где, есть позитивные примеры решения, и так далее, то есть как для завязки такая история даже страшная, хороша, но развязка, хотелось бы, вы об этом, да? Да, я когда говорила про стадии медиатранзита, про четыре стадии, вот я как раз и говорила, что вот, вот то, что вы назвали, это окончание первой стадии, когда накапливаются кейцы, которые показывают вот эту проблему, насколько она многоаспектная, страшная, какие там есть минусы, но вот если мы на этом остановимся, то да, то вот и возникнет аудитории такое представление, что проблема нерешаемая, и дай бог только, чтобы она меня пронесла. Я хочу сразу возразиться, потому что лично у меня на моем профессиональном опыте, я лично с своими героями не раз проходила до четвертой стадии, и это все было, и это, конечно, самый профессиональный кайф вообще, на самом деле, ради этого стоит работать, и ради этого... Можете примеры назвать? Ой, да, множество, когда мы достали из тюрьмы директора школы-интерната, которого посадили в колонию усиленного режима за то, ну, якобы за похищение ребенка, и мы прошли все стадии, и он вышел, и он был... Но он не был оправдан, у нас нет оправдательных приговоров, у нас в суде звучало так, что прокуратура отозвала свои все претензии, это вот так вот, ну, по сути, это было оправдание. У меня был кейс, когда тоже был мужчина, но это все как бы вокруг криминала какого-то, когда в результате следственного эксперимента он взял взятку, а он был усыновителем, он усыновил двух мальчиков, одного большого вырастил, второго маленького, а у него онкология еще, и, в общем, это был кейс, мало того, что с него сняли обвинение, так еще там вся комаровка привозила нам в редакцию для него мясо кур и одежду, и все. У меня был случай, когда у мамы тоже забрали... Я в социальной тематике много работала, много работала с детьми, когда у молодой мамы забрали детей в социальный приют, якобы там за что-то такое неблагополучное, и да, мы добились, и тоже до суда, ну, не с нашей помощью, но мы отследили эту ситуацию полностью, мы придали огласки, мы сформировали общественное мнение, то есть мы все эти стадии сделали. И вот по поводу там примера смолки, ну, посмотрите, вот история с куропатами, когда какое-то было строительство, когда вот Дима Дашкевич, когда они там все к себе к бульдозеру к этому приковывали, ну, отследили же полностью и отстояли, когда Грушевский сквер люди отстояли, это вот совсем... Это буквально 19-й год, когда Качанова лично туда приезжала. Сейчас, мне кажется, опять же, ну, вот я опять повторяюсь, всегда мы апеллируем все равно к официальной власти, мы все равно давим на нее публичностью, оглаской, формированием общественного мнения. Это то, что сейчас эта власть просто она даже не собирается это учитывать. И вот я не знаю, как это сейчас решать медиа, им все равно, что про них напишут. Это, ну, понятно же уже. И вот каким образом здесь людям помогать вот в решении каких-то таких вопросов, я не знаю. Если можно, я только реплику короткую вставлю. Я с вами полностью согласна, что кейсов, которые показывают успешный медиатранзит, но конкретных людей предостаточно, слава богу, но если брать большую социальную проблему, я все-таки кроме осмоловки другого варианта не вижу. Куропаты. Ну, Куропаты, мне кажется, это третий этап, без четвертого этапа. Остановили. Это третий этап. А четвертый этап не произошло устойчивого развития этого проекта. Куропаты не отстояли. Ну, тут можно спрочаться, бо спынили тую забудову того объекта, за каким замагалось грамадство и активисты, а то, что потом отбылось с Куропатами, это совсем иншая история, и инше место. Но я вот хотел привезти кейс, который мне калисто вельми спадобался из Шеда Смололки, правда, старый кейс. Есть таки блогер Евгений Лепкович, Евгений Лепкович, я кого ж мать то ведая, он калисто смогался за кефир. В Беларуси зник обесплушченный кефир, Евген написал про это в Life Journal, все там выказались, что про это думать, Евген написал письма в Министерство и ведомство и опубликовал, что написали ему в отказ. Про это написали незалежные меды, про это рассказали на УНТ, он звернулся до депутата, депутат Палаты представников, уже не помню, кто, Ольга Абрамова отказала, что проблему отсутствия обесплуженного кефира можно решить. Он появился снова в крамах и поэтому битва за кефир Евгена Легковича была переможной. Такие истории бывают, когда человек есть апантаны и хочет это прасовывать, какие медийные персоны, он был медийной персоной, и ему не нужно прикладать особливых намаганий, потому он уже имел этот статус. Иншим больше складаны. Тут изменяется. И причем ситуация меняется вельми мощно. Когда я пришел к журналисту, он мог асфальтовать родную вёску, написав про то, что там нет асфальта. Это реакция на сигнал и он был действен. Потом пришел час, когда можно вырытывать закратов, что-то подобное. Сейчас можно сказать, что можно вернуть увагу, что он пометует, когда он находится за кратами. Но это так важно. Но если брать другие истории, то действительно их склады придумать и решить, что ситуация выглядит очень тяжко. Но это не значит, что решений нет. Если мы абстрактно разводим, мы не придумаем решений. У каждой конкретной ситуации можно посмотреть, что можно сделать. И часто выставят все-таки находятся. И часто это выставят невидовочное с одного боку, а с другого боку это то выставят людей, которые хотят допомогать. И тогда мне подается не боевское пройдет все стадии, которые вы назвали, но может дойти при нам все хотя бы третьи стадии. Виктор, Петя? Я бы сказал, что пройти четыре стадии это не всегда значит, что на четвертой стадии получится так, как того желает, хочет общество. Это на конкретном примере могу показать. Аккумуляторные заводы в Бресте все знают. Так вот, впервые фраза «Я в воскресенье пойду кормить голубей» прозвучала в редакции Брестской газеты, когда у нас в редакции были блогеры Кабанов и Петрухин. Это сказал Кабанов. После этого все вы знаете, что было в Бресте. Люди выходили по воскресеньям кормить голубей. Все это время мы писали об этом. У нас в редакции проходили прямые линии по поводу этого завода. Что мы получили в итоге? В итоге нам пришлось поменять офис, потому что нас выжили с того офиса, который мы арендовали. в итоге Кабанов с Петрухиным сейчас в тюрьме. А аккумуляторный завод коптит под Брест. Это ведь не значит, но по вашей логике это значит, что мы плохо работали. Почему? Я думаю, у вас немножко другая логика. Я не считаю, что мы плохо работали в данном случае. Нет, безусловно. Я наверное имела в виду, что как сложно пройти полный медиатранзит, который успешно завершается. Вот с моей точки зрения, надежды, которая касается не отдельного героя, а социальные проблемы, я реально кроме осмоловки, это правда на 1 января 2019 года, я другого не знаю. Это очень сложное дело. Оно правда развивалось очень хорошо и успешно во второй половине десятых годов. Скорее всего здесь надо просто уточнить, что такие варианты возможны в нормальном демократическом обществе, но не в нынешней Беларуси. В нынешней Беларуси это невозможно, потому что здесь уже звучало, что сейчас белорусским властям все пофиг. Наверное, мы здесь для того и собрались, что мы ищем какие-то те способы действий, которые мы можем реализовать в тех условиях, в которых мы находимся. А можно конкретный пример? Какая тема, какую социальную проблему можно сейчас решить? Пока у нас теория. Ну, смотрите, проблема здоровья и образования это проблемы номер один и номер два. Это проблемы, которые всегда будут волновать аудиторию и которые мы так или иначе можем поднимать и решать. По поводу образования мы не смогли победить еще в 2008 году, когда государство отменяло 12-летняя система образования. Сколько мы писали, сколько было экспертных интервью, сколько было всего, но нет, если они что-то решили. То есть сейчас, например, можно было, конечно, если бы медиа оставались в Беларуси, понятно, что сейчас бы все вступили за частные гимназии, которые фактически уничтожили. Не победили бы, конечно, я в этой сфере тоже работала, я знаю, что не победили бы, если бы они захотели их закрыть, но хотя бы было, информационно это было бы громче. И так много писали сейчас независимые медиа, много сделали. Я позволю прервать, извините, мне кажется, это важно, что журналистика решений, которая была упомянута, это более узкая тема. Тема сейчас шире, это конструктивная повестка. То есть ни у кого нет иллюзии относительно того, что идут репрессии, страх, ужас, и, наверное, это, скажем так, бесполезно констатировать. Тут вопрос был, как переводить в сильную позицию и не показывать только жертвами, а показывать акторами и брать разные проблемы. И в том числе, да, мы не можем сейчас, журналистика не может освободить политзаключенных, естественно. Но у политзаключенных есть жены, матери, отцы, и тут вопрос хотя бы, как работать с тем, что есть, и как показывать их не только в слабой позиции. И с образованием, но эту проблему все равно надо решать. То есть, да, невозможно защитить гимназии, но это не снимает проблему образования. А что можно делать? Тимофей говорил, а есть миллион сейчас неформальных образовательных инициатив, которые появляются. Поддержу. Тема, вот что я и хотела сказать, тема здоровья и образования, это все равно вечная тема, в хорошем смысле слова. И она всегда будет интересовать аудиторию, и мы всегда найдем тот аспект, через который мы можем ее поднять. Я в этом абсолютно уверена. Может быть, просто мы в ловушке этого фокуса, что мы привыкли давить на государство, а мы не можем на него давить. Нам не на кого стало давить. Это не только вещи, которые, к сожалению, могут государство не решить. Да, значит... ...находясь в углахе, находясь в углахе. Значит, имеем, что имеем. Можно я еще вот здесь скажу про это? ...на что мы можем отсюда все-таки воздействовать, ставить себе какую-то границу. Это не вопрос, мы не найдем сегодня ответов. Начали дискуссию, важную дискуссию. Мы понимаем, что я точно надо продолжать, надо думать. В медиатранзите четыре стадии, и только третья стадия это принятие институциональных решений. Но мы, наверное, можем работать с первой и второй стадии, а не бросать проблему на первой стадии, как, к сожалению, очень часто бывает. Вот еще раз, если вы сочтете нужным организовать встречу по вот медиатранзиту, мне есть что сказать по этой теме. Смотрите, если журналисты поднимают тему и бросают, то у аудитории складывается впечатление, что эта тема нерешаемая, вечная, она навязла в зубах, она неактуальна, мы ничего не можем сделать. Это, наоборот, лишает нас акторности. То есть я к тому, что если мы поднимаем тему, мы делаем это, ну, в общем-то, сознательно, делаем вместе с партнерами, и мы планируем дойти, если не до четвертого, ну, до четвертого этапа в этой теме, а не только поднять ее, получить там набор ужасных историй, вот как вы рассказывали. Если вот мы подняли тему того же здоровья на первом этапе, поговорили с героями и героинями, услышали, как все ужасно, и на этом поставили точку, ну, о чем думает аудитория? Аудитория думает, я не буду больше читать медиа, я не могу жить в такой ужасной картине, мне показали, как все плохо, но мне не показали, как выйти из этой ситуации, и не только, как выйти мне, а какой существует в принципе легитимный и нормальный выход. Поэтому, вот я не сказала, но мне кажется, стоит поговорить отдельно про медиатранзит, вот если мы его берем и бросаем, это еще хуже, чем если бы мы его вообще не поднимали. Ну, я, вопрос, Виктор, справедлив насчет примеров, и я призываю сейчас уже под занавес подумать о тех примерах, которые есть, или о гипотетических примерах, как работать с такой повесткой. Ну, понятно, да, кормить голубей уже невозможно в Бресте. Голодая, бедная. Ну, мне кажется, тема здоровья и образования это вечные темы, и это то, что будет всегда интересовать людей. И вот, наверное, и задача журналистов найти те заходы, которые позволят раскрутить эту тему. Но вот главное не бросить, ее раскрутив и не оставив аудиторию с чувством глубокого разочарования, что вот еще, оказывается, сколько в этом проблем, но тему уже больше не поднимают, а я ж не знала, что и здесь такой ужас. И тогда нет желания обращаться к медиа вообще. Ну, это проблема глобальная. Накольки мы теперашние институции в Беларуси готовы лечить институциями, до яких, в принципе, можно взвертаться. Но это того, что, ну, это классичная наша дискуссия в Беларуси после полгода, два года про оккупацию или не оккупацию. То есть, накольки мы протягиваем трыматься за вот этот стебелек того, что в Беларуси все-таки есть некая Беларусь, и мы пишем про гэта министерства, якие закрывают гимназии, мы ничего за этим не можем парабить, пишут про то, что всюду не разбираются, но мы все одно пишем их про наши институции, которые мы, вот не можем на них натиснуть, но они наши. Мы можем это оборвать, ну, я разумею, что немаль немахчимо, но вот, мы можем это оборвать и сказать, что Беларуси под оккупацией мы развиваем там систему подпольных школ, не ведаю, там лесных школ партизанских неких там, и некая система эдукации, системы здоровья, не ведаю, там от человека до человека некой подпольной. Ну, я не кажу про, ясно, что это некий апокалиптичный вариант, но мне падается, что сама развилка, она где-то тут. То есть, мы протягиваем писать про гэта державу, якая все одно, все ломая, а мы протягиваем это описывать, как она это ломая, и это безвыходность. Вот, и мы кажем, что мы будуем нечто свое, али в этой ситуации внутри Беларуси оказывается оккупованная территория, где мы можем казать, что проники подпольной инициативы. Ну, вот, мне падается, есть проблема этой развилки. У них улады, они могут закрыть, школу могут открыть, и они могут посадить, человека могут не посадить. И мы ничего, ну, то есть, каля мы вучить подпольное, еще можем, а выратовать человека с закрату мы не можем нияк. И тут так, не хочется их примать и не давать им легитимность такую вось, али что робить, каля яны выращают зараз, что там робится. Те будзи тепло у хате тене, это все равно у их руках. И это... Когда у нас было, да, когда у нас было интервью с Ириной, она сказала фразу, что пошел дождь. И у нас есть два пути, то есть мы можем обсуждать, что, как ужасно, что пошел дождь, либо уж придумать, что мы будем делать, пока идет дождь. Мы можем повлиять, на то, что идет дождь. Нет. Коллеги, глядите, мы начинаем разважать, на контакт, можем мы писать про гэтую владу, ци не можем писать. Но каля брать технологична, мы можем поверить некоторым политологам, які кажут, ну, допустим, эта влада нелегитимна, али яны ліщиць, ей эффективна влада. Эффективна, это значит то, что она реально керуя. Ну, отповедно, игноровать то, что она керуя, мы не можем, бо мы пишем про людей, які потрапляюць под гэтую владу. Калі гэтый шлях мы перстаем обмерковывать, мы пачинаем обмерковывать некие іншые шляхи. Ну, наприклад, калісті, я траплял пасправе Белта, закраты. Я там правел не вельмі довга час, бо маї калеги з Дойчевелі запытались олімпійськай зборнай Германии, а ці приедзіць в Мінск на европейскі гульні, там, дзе затримливают журналістів, і вот конкретно наша журналісты затрималі. У той ситуація гэта была адзін з інструменту, які пауплываў на рашэння, і асабісты для мене, і може быць для нікатурых іншых калегов, гэта змяніла ситуацію. Тады была такая ситуація. Зараз мы разважаем про іншую ситуацію. Для режима, кероных режима, зараз у Беларусі не настолькі важна увага, ну, ці там, ренаме перад заходніми країнами, але перад беларусамі важна. І калі нашы меды пачалі пісаць пра мабілізацію ў Беларусі, ім давялось аправдывацца. Ім давялось атлумачыць, што гэта, што гэта не так, і гэта гэта адзін з тых спосабу уплыву, які ў нас застаецць. Але, крамя ўласна такіх важна палітычных пытання, ў ёсі пытання саправдывечнае, пра які нам даводяцца гаварыць. І ёсць праблемы конкретнага, ну так, ў двухкосі малога чалавека, які ўвесь час сутыкаецца сістэмай. І гэта будзе як ў демократычной краяні, так гэта будзе і ў аутократычной краяні. І ў нас ўсць зараз махчымасць гэтым гісторіям не даваць быць замовчнымі, бо падняты голас за гэтых людзей так сама уплывае. Адна сітуація, як ілі пра нікога, ну пра чалавека абсалютно нічога не вядома. І вот звычайны крамянальнікі ў такой сітуація, як прайвала, і знаходзецца. А вот людзі, пра якіх мы дбаем і ведаем, што яны прайдзняволіны і для нас важна, што з імі дбываецца, гэта так сама уплывае на ях лёс. Гэта не знач, што ях вызваляць, абы разкова, але пра нам сі гэта уплывае. На тое, ці будзе гэта чалавек сядзець бяз конца, ці можж быць он стане у некій сітуаціі, гэта уплывае на то, што яго вызваліць, які ў яго будуть умовы, гэта не байзко уплывае на лепшаго. Але для чалавека гэта можа мяць значэння. І гэта знов такі я вышел на палітычну тэму, але ёсі не палітычныя тэмы. Людзі зараз шукаюць варашэння сваіх праблемаў ў Беларусі і звязаная з тым, што могуць не знайсті лекі, які патрыбны. Причым гэтае людзі могуць знаходзецца сярод плюдзей, якіх цалкам лаяльны ў ладам. Але яны бачыць, што нешта зганілася так, і той лек, які я мушу, як хронік, прымаць овесь час, і он зараз робіцца недаступным. Што мне рабіць? Яким чанам варашаць ця сітуацію? Мне кажуць офіцыйныя ваданні, што такой праблема праста не існує. А іншыя ваданні рассказыць, што праблема ёсць, і вот ЕЕС прабудьць варашаць такта і такта. І гэта так саму плавае на грамацку думку. І гэта на воту сітуацію аутакраты уплывае на улады, які мусець, ну, не як пасунуцца і выршыць праблема. Бо найбольш важныя праблемы, які я могуць абрынуць режим, аутаритарний режим, все ж таки звертає увагу. Тому Александр Лукашенкович щас скаже, што наші хлопці не будуть споєвати з заміжами. І гэта так далі, гэта так далі. Спасиба всі, хто бул с нами онлайн і офлайн. До нову встречу. Спасиба.